Всем привет! Это новая серия проекта New Crane. Я по-прежнему нахожусь в Чехии, по-прежнему нахожусь в Остраве. В прошлый раз я показывал вам закрытый металлургический завод Витковицы, который теперь превратился в культурное пространство и музей под открытым небом. А сегодня я покажу вам Landek Park. Это тоже музей под открытым небом, который находится на территории закрытой шахты. Здесь можно посмотреть на выставку промышленной техники, а также спуститься под землю и посмотреть, как, собственно, выглядела добыча угля здесь раньше. И вот сейчас собираюсь сюда спуститься. Экскурсия стоит 170 крон. В принципе, в гривны достаточно легко перевести. У нас сейчас курс практически один к одному. Так что, на самом деле, экскурсия недорогая, но очень познавательная. К сожалению, в Украине у меня нет возможности спуститься в шахту и вот такую экскурсию купить, скажем так, посетить. А вот в Чехии или в Польше это обычное дело. И сейчас вот покажу вам, как это выглядит. Landek Park – это самый крупный музей горного дела в Чехии. Причем парком он называется не случайно. Вокруг шахты действительно расположен большой парк, в котором также можно посмотреть выставку горной техники. Шахта Anselm, в которую спускают туристов, – это старейшая шахта Остравы. Она была основана еще в конце 18 века, а в качестве музея действует с начала 90-х годов. Уголь в Остраве уже давно не добывают, и о шахтерском прошлом этого города теперь напоминают только музейные экспонаты. Но из этой шахтерской специфики здесь смогли сделать туристический бренд. И теперь ежегодно сюда приезжают сотни тысяч туристов, как из Чехии, так и из других стран ЕС. У входа в музей есть сувенирная лавка, где можно приобрести традиционные для подобных мест сувениры, кружки и магниты. Главное, ради чего туристы едут в Ландек Парк – это возможность спуститься в шахтные штольни. Здесь в полной мере можно прочувствовать, что такое шахтерский труд. Под землей есть старые вагонетки и другое горное оборудование. Экскурсию по выработкам проводит бывший шахтер, который когда-то в этой шахте работал. Он рассказывает о том, как вся эта работа была организована. Угольная отрасль в Европе постепенно уходит в прошлое. Так что такие музеи в недалеком будущем станут единственным местом, в котором можно будет ощутить шахтерский колорит и посмотреть на действующие образцы горных машин. Например, таких, как вот этот угольный комбайн. Здесь под землей в штольнях, к сожалению, не очень хороший свет, но думаю, в принципе, и так понятно примерно, как здесь все выглядит. То есть здесь туристы могут прогуляться по штольням и посмотреть, в каких условиях шахтеры добывали уголь. Настоящая изюминка музея – это коллекция горно-спасательного оборудования разных времен. От совсем древних экспонатов конца позапрошлого века до более современных образцов. Говорят, что вот такой коллекции нет больше нигде в Европе. Глядя на эти экспонаты, можно достаточно неплохо изучить, какую эволюцию прошла экипировка горно-спасательной службы за относительно недолгий исторический период. И очень здорово на самом деле, что здесь все это сохранили. Кроме того, в музее также есть коллекция шахтерских ламп и светильников, в том числе вот таких совсем старых, которые использовались до того, как в шахту было проведено электричество. Но и это еще не все. Помимо выставки в помещении, в Ландек-парке есть также большая экспозиция под открытым небом, в которую входит выставка электровозов и выставка горных машин. Здесь на территории музея есть вот такая милая выставка горной техники, прямо среди деревьев. Эта техника когда-то использовалась для добычи угля, а теперь просто стоит, выставлена на всеобщее обозрение, и любой желающий может прийти, посмотреть и сфотографировать. Здесь можно увидеть множество машин, которые когда-то работали под землей и использовались в забоях для добычи угля. Это и угольные комбайны, и вагонетки, и есть вот даже такой огромный шахтный вентилятор, размеры которого действительно поражают воображение. Рядом с образцами техники есть вот такой специальный стенд, на котором можно прочитать название всех этих горных машин, а также узнать на каких конкретно работах они использовались. А это вот у меня за спиной выставка шахтных электровозов, которые возят, собственно, уголь в вагонетках и вывозят его из забоев. Ну, точнее, вывозили, потому что здесь они теперь уже превращены в музейные экспонаты. Вот так это выглядит, напоминает такую детскую железную дорогу, как в парке. Ну, на самом деле, для тех людей, которые, собственно, родом не из шахтерских регионов и с этим не сталкиваются, для них это тоже экзотика, им тоже будет интересно на это посмотреть. Все, что мы здесь увидели, и выставку техники, и спуск под землю, прогулку по штольням, все это можно, в принципе, точно так же повторить и в Украине. То есть можно организовать подобный, так скажем, аттракцион, подобный музей, и, в принципе, и у нас туристы могут воспользоваться такой возможностью. Шахт у нас предостаточно, есть в том числе и такие, которые уже не работают, которые не рентабельны, и, в принципе, их можно либо закрыть, либо превратить вот в такие аттракционы и музеи. Думаю, было бы очень круто, и надеюсь, что в скором времени все-таки в Украине появятся такие объекты. На самом деле, видео, конечно, не передаст всех ощущений от этого подземелья. Чтобы прочувствовать, нужно только спуститься. Вот тот, кто не бывал в шахте, не спускался, обязательно должен это попробовать, потому что опыт очень интересный. И вот здесь, в Чехии, сделано все для того, чтобы люди могли этот опыт получить. Это была новая серия проекта New Crane. Подписывайтесь на канал и увидимся в следующий раз. Пока!